В Кирове 12 часов и 5 минут 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 которые на наш взгляд должен олицетворять этот памятник то есть это это воин воин-победитель это русь да там и это святость данного человека то есть мы давайте не будем забывать что александр невский все-таки нас является святым поэтому вот образ где он без шлема где он достаточно молодой а это тоже достаточно важно потому что все великие битвы которые он победил как раз победил молодом возрасте молящийся потому что приложенная рука значит его жизненный путь то особо не продолжителен ведь был 40 42 года но мы же будем судить не по годам а по тому что удалось в этом за этот период жизни сделать я так для иллюстрации поэтому поэтому вот как бы на мой взгляд это памятник более подходящий но я чуть-чуть откатываясь назад предлагая все-таки говорить не только о самом памятнике а в целом о площади потому что крайне важно и это одно из тех позиций которые жители очень часто высказать комментариях что было бы правильным вместе с памятником все-таки говорите об обустройстве самой площади поэтому вот давайте мы будем все-таки может рассматривать это вот вместе и памятник и преобразование всю эту территорию площадь кстати носит название площадь революции на сегодняшний день да михаил сергеевич напомните почему именно площадь революции это происходило называет и естественно после октября 1917 года когда пошла повальная кампания переименование улиц площадей вот и ну площадь была одной из самых больших в нашем городе проходили всевозможные на ней мероприятия поэтому ну понятное дело что первым делом решили назвать эту площадь площадью революции несмотря на то что здесь александра невский собор еще раз стоял александра невский собор да и но это было действительно старая хлебная площадь тут еще важно ведь отмечать что на самом деле почему и не прижилось название площади по большинству территории площади которая обезличенная да там там и название не приживается то есть мы возьмите пример там до площадь конституции которая у нас сейчас называется театральная и мы понимаем с чем это связано там площадь революции ну я уже об этом не раз говорил да там для многих было открытием что вообще такая существует вот даже там площадь борцов революции да то есть сквер сквер о сквер некоторые там его называют там халтуринским сквером да то есть пытаясь придать некий некий образ площадь двадцатого партсъезда это завод нет ну в смысле все равно же все говорят о площади вот то есть да поэтому как бы вот вторая там может быть такой второй результат второй социальный эффект от этого это то что площадь тоже есть смысл рассматривать вопрос о переименовании для того чтобы придать ей имя образ который будет у людей перспективе площадью александра невского могло бы называться на место я думаю что если бы мы если мы будем говорить о том что там будет находиться памятника там александра невского логичнее было бы предположить что это будет называться все-таки площадь александра невского да там на звукорежиссер подсказывается можно надеть наушники да чтобы услышать данила мамина замглавы города данил приветствуем вас прямом эфире добрый день добрый день до добрый день мы говорим об установке памятника александру невскому вятской филармонии уже упомянули о том что сейчас на сайте администрации города идет активное голосование насколько вы удовлетворены результатами и сами проголосовали с такого простого вопроса начну вопрос он немножко сразу же непростой прежде всего хочу отметить что на сайте администрации идет голосование не за дизайн памяти как таковой да мы обсуждаем и хотим услышать мнение горячан прежде всего про образ подкульптурный образ который заложен в то или иное скульптурное изображение да то есть мы видим что у всех трех вариантов есть разные смыслы которые вложены внутрь и поэтому здесь то что мы видим на сайте администрации ты не конечно дизайн памятника это то настроение то наполнение которое будет внутри дальнейшая работа скульптора архитектора довести внешний вид памятника до тех требований кировщам пожелания которые будут ими высказан вообще кем предложены эти примеры то есть это одного автора эскизы все или разные нет нет совершенно нет это разные скульпторы но вот я просто порядок причины пока не буду называть их фамилии чтобы не быть в той или степени там предвзятым но просто хочу сказать что все авторы указанных скульптур это признанные мастера на территории нашей страны это крупные скульптурные мастерские которые неоднократно работали в том числе и на территории нашего города почему же мы их назвать не можем люди старались ну просто это было непредвзятое голосование чтобы люди выбирали не по авторам а люди выбирали именно по самому образу скульптуры которая предложена а то есть имя автора могло бы могло бы сыграть определенную роль на ваш взгляд да ну я считаю что да эти проекты эти памятники вот в таком виде они где-то уже установлены у нас в российской федерации или это абсолютно какие-то конный конный памятник был разработан для данного проекта сюда для расстановки в городе у нас он и два памятника которые пешие они один образ уже использовался в работе мастера скульптурной мастерской вот второй образ он не был нигде установлен но участвовал в конкурсе нижнем новгороде данил такой момент установка памятника будет ли сопряжена с какими-то работами по реконструкции самой площади да это очень важный вопрос который первоочередной наверно в этой ситуации обязательно разрабатывается и будет реализована концепция благоустройства этой площади прежде всего с точки зрения удобства использования горожанами сейчас там благоустройство площадью весьма ограничена точка зрения прогулок и мест для отдыха появление такой доминанты как памятник на этой территории она прежде всего организует вокруг себя пространство и визуальная а уже задача города и на свет разработать ту концепцию скажем так создание и мест для отдыха и для прогулок чтобы все вместе было гармонично просто памятник насколько я понимаю сам достаточно большой здесь очень интересный вопрос потому что размер памятника он прежде всего привязывается всегда к экстерьеру к окружающему братом по ландшафту где он находится здесь очень важно понимать размер и соотношение пропорции памятника относительно зданий и территории вокруг ну тут вот чтобы это было гармонично прежде всего то есть гигантские памятники смотрятся не будут нелепо нет большого пространства для осмотра маленькие памятники тоже будут смотреть уже не памятником да скажем так как некой парковой скульптурой что тоже не та задача которая ставится в данной ситуации поэтому тут вот тонкая тонкая грань нужно очень точно отработать и размеры и пропорции работа скульпторов даниил поясните пожалуйста закончится голосование да будут подведены итоги понятны результаты что на следующем этапе будет делаться на следующем этапе на основании вот принятого решения кировчанами тот какой о том какой образ будет наиболее востребован наиболее принят нашими жителями уже будет поставлено задание скульптурной мастерской соответствующей вот доработки памятника до визуальной части той разной тонкости будут приведены детали определенным нить не какие-то изменения и уже готова памяти будет представлен кировчанам и про начнут работы по моему работе по его ископления соответственно параллельно идут будут эти работы под выбранный нами образ памятника будут эти работы по созданию концепции благоустройства площади напомните даниил сам памятник средства на котором будет устанавливаться это что за деньги это внебюджетные средства это деньги местор реконструкция площади тоже будет за инвесторский счет вестись но вопрос решается я надеюсь то реконструкции площади тоже поучаствуют и общественно и социально ответственный бизнес в том числе сроки даниил ставятся какие-то конкретные у нас впереди 650 летие города там предположим до лета следующего года технические технические возможности изготовления и установления памятника она вполне укладывается в указанный вами промежуток то есть при начале работ мая-юнь месяц то 23 года но в течение восьми девяти месяцев изготовления и установка памятника вполне возможно благодарим вас данил мамин замглавы города кирова был с нами на связи вот с пояснениями важных организационных моментов касающихся памятника то александру невскому да у меня просто все равно есть вопросы относительно размеров площади которая очень невелика и размеров памятника который по крайней мере ну судя по эскизам мы так пока не знаем они там есть цифры высота постамента как где он там будет по клумбу подвинут или как куда куда ну тут наверное специалисты уже должны заниматься конкретные дизайнеры и в писанием был был на публичных публичных слушаниях и была высказана такая идея как раз специалистами что памятник нужно поставить поближе к улице ленина вот и он ну должен гармонично смотреться как вот в перспективе улицы воровского его когда сверху когда спускаемся к филармонии ну и в то же время этот памятник он ну понятное дело не должен загораживать все окружающее пространство то есть у нас рядом и филармония рядом музей воинской славы поэтому память все это важные объекты это все и не хотелось чтобы они как-то да на второй план отходили да да и вот данил сейчас совершенно правильно сказал что вот следующий этап будет связан с тем чтобы вписать вот тот памятник который выберут кировчане в окружающее пространство добавлю пока тот и те эскизы которые были и представлены на общественных обсуждениях и других вариациях они все показывают что вот как раз тема связана с благоустройством самой площади в зависимости от памятника она предполагает ну скажем так максимальное пространство да то есть вот те клумбы которые там есть не будут ликвидированы да там тем самым расширяя пространство самой площади и это как бы тоже как мне кажется будет один из тех элементов которые не сделают памятник неким таким выступающей частью непонятно какого пространства да то есть будет там памятник широкая площадь и дальше там уже выход на филармонию но просто смотрите да вот даниил пока сказал что попробую да тоже инвесторские деньги подтянуть к реконструкции площади то есть на данный момент я так понимаю договоренности прямых нет и не окажемся ли мы в ситуации что вот эти клумбы мы убрали на которых сейчас достаточно много людей сидит молодежи ребят кто в университетах близлежащих учатся то есть они там особенно в теплое время года постоянно время проводят и площади есть сейчас какое-никакое общественное наполнение в том плане что она притягивает людей хотя бы студентов а тут мы все это дело уберем поставим памятник и у нас будет еще одна неживая площадка в том плане что подошел сфотографировался а тут даже сфотографироваться будет нельзя потому что он будет стоять ближе к воровского соответственно ты не можешь стоять на воровского и делать кого-то сэлфи на этот памятник потому что ты понимаешь что лицом то он будет смотреть как раз вот на воровского не на филармонию ведь правильно дарья вас надо ввести пожалуй в дизайнерский совет который будет это все разрабатывать как вдохнуть в жизнь как вдохнуть жизнь чтобы это действительно являлось местом притяжения да ну а гаража давайте так отправная точка которая там дарья говорила да там является решение вопроса с инвестором решение вопроса с инвестором будет там проводиться параллельно с разработкой соответственно концепта и по памятнику по всей площади и поэтому мы понимаем что если инвестор не будет находиться на то есть тогда речь там об установке памятники не пойдет и тогда вполне вероятно останется концепт просто ремонта площади там перед перестройства да там с перспективой дальнейшего обсуждения вопроса что там установить вот и все то есть как бы ну не надо думать что там процессы оторваны друг от друга это серьезный процесс потому что и вопрос благоустройства и привлечение бизнеса благоустройства или же предположим использование с бюджетных средств там города кирова на благоустройство это пространство потому что все таки это муниципальная земля данность муниципальная площадка ну как бы они тоже будут рассматриваться вкупе с пониманием того что есть инвестор на памятник то есть это процессы будут и я надеюсь что мы там уже этим летом будем четко иметь понимание что да у нас есть инвестор мы запускаем проект или там у нас нет инвестора мы будем там только благоустроить площадь то есть эта связка она конечно первоочередная что и площадь и памятник насколько я понимаю да там вот процесс сейчас всенародного голосования это такой один из завершающих процессов работы с общественным мнением с общественной позиции дальше уже будут запускаться там административные механизмы то есть а там они все прописаны регламентами то есть что зачем какой какая последовательность кто разрабатывает в какие сроки там проекты как они обсуждаются кем принимаются и так далее то есть вот дальше уже запускается механизм административно-проектной реализации административно-проектной и вот так называть понятно да что вот то сколько ты сказал 8000 до человек проголосовала вот около 8000 то есть это не мало для голосования соответственно можно кое-какие выводы да относительно того хотят вообще люди что-то видеть там на этой площади или нет они ясны просто не хотелось бы чтобы получилось вот как за эфиром по-моему да мы упомянули петра и февронию и глагол правильный мне кажется выбрали воткнули потому что его действительно воткнули напомним что в александровском саду этот об этом нужно напоминать потому что иногда ты идешь идешь его петра и феврония и люди подходят ну то есть мимо этого проходя мимо проходите что называется то есть кто-то подошел сфотографировался и ушел ну то есть людей вокруг себя этот памятник не собрал что он там делает вот на мой взгляд непонятно вот чтоб такого же не мальчик такие же разговоры можно вести про многие памяти вот некоторые говорят о том что там причем за александр невский давайте местным памятников у нас я не знаю там с десяток наверно наберется памятник местным ну там же тоже извините как бы не сказать что многие знают об этих памятниках что-то посещаемые памятники для ассоциации сразу они посещаются больше чем памятники которые не местным до поставлен то есть дело дело ведь на самом деле там в том что я эту мысль там в понедельник говорила еще раз повторю на мой взгляд да там памятник это фиксация нынешнего этапа истории и потом как мы сегодня обсуждаем там памятники шаляпину ленину булатову там и так далее там через несколько лет поколение будет изучая памятник там александр невскому изучать тот этап в котором мы сегодня находимся почему мы поставили памятник александр невскому да там с чем это связано в каких условиях это все происходило да то есть какая была ситуация то есть вот памятник это фиксация это фиксатор да то есть артефакт ну мы понимаем да и поэтому как бы давайте запечатлением ту эпоху да вот это все что касается там других памятников которые можно было бы ставить да там не вопрос давайте мы тоже будем понимать только как бы что да вот хорошая идея прозвучало о том что давайте там установим памятник авиацкому купечеству давайте установим давайте давайте спросим людей там поддержат я думаю михаил сергеевич как один из ведущих специалистов по авиацкому купечеству давайте это всеми руками что называется да да тем более у нас есть очень много громких имен причем имен общероссийского масштаба возьмем того же спиридона лянгусова который стоял у истоков российской китайской торговли вот который был хорошо известен в россии конца семнадцатого начала восемнадцатого веков и это был житель города хлынова вот он жил в монастырской слободки поэтому вот это имя нам тоже нужно как-то уик ну учитывая наши сейчас особо теплые отношения с китаем даже у китайцев можно денег попросить попросить начинает начинаете искать какое-то обоснование подводку да там у нас если не ошибаюсь вчера или сегодня день рождения круглая дата блучевого да то есть известный вятский меценат там человек который как бы ну тоже на слуху с и кирчан давайте пойдем дальше и там никто не говорит о том что вот поставили памятник невскому и на этом все закончили насколько вообще для вас как для для историка михаил сергеевич вообще вот логично да этот путь александро-невский собор вятская филармония памятник александру невскому это все вписывается вот в некую концепцию памяти исторической вполне вполне вписывается дело в том что ну давайте хотя бы вспомним что первооткрывателями вятки первыми поселенцами нашего города были новгородцы вот александр невский князь да то есть тут взаимосвязи вот можно установить такие но вот знаете в нашей губернии было почитание александра невского очень сильное просто впечатляет большое количество храмов которые были открыты в разные периоды истории на территории вятской губернии где главный престол был освящен честью александра невского конечно самый известный собор это александр невский собор вятки а собор витберга но иногда говорят что этот собор построен в честь приезда реализации александра первого от 4 года вот это правда и в то же время александр невский александр невский был небесным покровителем Александра I, почему собор называли именем Александра Невского. Ну и не надо забывать о том, что когда главный престол был освящен в честь Александра Невского, вспоминали и события, военные события, которые происходили в годы правления Александра I. Это и Отечественная война 12-го года. Вот. И Александр Невский очень хорошо вписывался вот в эту общую струю. Ну и потом, конечно же, ну вот это место, оно освящено этим собором. То есть, на мой взгляд, очень логично, когда памятник Александру Невскому стоит именно на этой площади. Чтобы вы ответили людям, которые выступают за установку в этом месте некоего макета Александра Невского собора. Я думаю, что тоже для вас идея, она на слуху. Идея на слуху. Ну и я думаю, что эта идея будет тоже реализована в рамках реконструкции парка Гагарина. Вот. И, знаете, мне приходилось общаться очень много с экскурсоводами. И когда вот речь зашла о памятнике Александру Невскому, сказали, ну, наконец-то будет вот такое место, откуда можно будет рассказывать об Александре Невском соборе. Можно будет проводить экскурсии, ну, вот будет какая-то точка, где можно остановиться. Мысль понятна, да, прошу прощения. У нас сейчас полторы минуты рекламы будет. Это время пройдет, и мы продолжим нашу беседу. Дневной разворот продолжаем. Михаил Курашин, Михаил Судовиков у нас в гостях. Говорим об установке памятника Александру Невскому филармонии. Не только об установке, но вообще о преображении всей этой площадки. И я так понимаю, что на связи у нас Аркадий Николаев, архитектор, художник и доцент кафедры дизайна и изобразительного искусства Авиатского госуниверситета. Аркадий Львович, добрый день. Добрый день. Аркадий Львович, попросим сразу же, времени не так много есть у нас сейчас, сразу же попросим оценить с точки зрения специалистов все варианты памятника, которые предложены на сайте городской администрации, насколько они подходят именно для этого места, именно для нашего города. Оцените, пожалуйста. Ну, там есть варианты не конной, не конной скульптуры, которые могли бы вполне занять вот это пространство перед филармонией. А почему не конной? Никому на коне не не нравится. Мне вот нравится на коне, например. Нет, на коне прекрасно, прекрасно выглядит конная статуя, здорово, но масштаб зданий соседних на площади, он как-то сразу слегка... Псилармония и так такая прижатая, плоская, маленькая, что, конечно, если смотреть в перспективу, если бы городу когда-нибудь удалось восстановить, помечтаем, собор величественный Александра Невского, тогда конная статуя там вполне бы могла. прекрасно, но будет ли это, непонятно. Хотя, конечно, нужно надеяться на лучшее. И поэтому на сегодняшний день в масштабе того, что сейчас мы видим, то вот, так сказать, более компактное, на мой взгляд, сооружение, более компактный визуально памятник мог бы вполне там быть. Ну, конечно, из тех эскизов, которые, они такие, на мой взгляд, несколько архаичные по форме. То есть, конечно, это методом конкурса или еще каких-то мероприятий, может, выбора автора, пластику, образа. А архаичные в плане исполнения? Да, речь сейчас более современная. Мы же должны быть современными. То есть, Александр Невский с чертами какого-то тинейджера? Ну, нет, я так понимаю, что имеется в виду не изображение его? Нет, дело не в чертах, а в общей подаче. В том числе постамент, то есть, такие нюансы могут быть профессиональные, но это, я говорю, свое впечатление от того, что я увидел. На ваш взгляд, вот в целом, эта площадь, это место у филармонии, насколько оно нуждается в реконструкции, чтобы действительно будущий памятник гармонично вписался? Вот ваше видение, ваше предложение. Нет, конечно, если будет памятник, конечно, нужно планировочную структуру площади изменить, чтобы там появилось пространство организованное. Ну, и в городе вообще должны быть визуальные опорные точки, да, с яркими доминантами, желательно архитектурными, поэтому еще раз скажу, что хорошо бы, если бы там появилась восстановленная глыба, масса, собора. Собор мы имеем в виду, да. Да, коль скоро его пока нет, то почему бы нет, почему бы не отметить это место таким вот образом. Мы знаете, о чем еще мы говорили, о том, чтобы после установки памятника эта площадь, она все-таки продолжала жить, да, и являлась точкой притяжения как и молодых, да, горожан, таких пожилых, что приходили гулять туда и заниматься своими повседневными делами. Что, на ваш взгляд, могло бы, какие еще дополнительные элементы могли бы привлечь действительно туда людей, чтобы они в хорошую погоду там любовались местностью? Да, я думаю, нужно просто благоустроить самым нормальным образом, сказать, со скамеечками, там, со всеми удобствами, разбить клумбы, цветы, вернуть, найти, может быть, традиции, какие-то озеленения, которые были раньше, там, в 50-е годы, старые снимки Кирова посмотреть, там, целые лазоны из цветов сделаны. То есть, чтобы... Мы же визуалы, нам нужно смотреть, нам нужна пища для глаз, и чем больше этой пищи, плюс обыкновенных удобств в виде малых архитектурных форм, где можно было бы сесть, поговорить, пообщаться, в визуально комфортной среде, вот, собственно, и, я думаю, основные критерии, которые бы вполне могли это пространство обустроить по этим критериям, самым таким простым, человеческим. Благодарим, да, благодарим вас за этот комментарий. Аркадий Николаев, архитектор, доцент кафедры дизайна и изобразительного искусства Вятского государственного университета был с нами на связи, у нас остается три минуты, буквально, у меня еще вопрос такой возник, Михаил Сергеевич, мы вот, Александра Князета, Невского, почему именно таким-то знаем? Откуда этот образ-то вообще пошел? Давайте напомним, да, все-таки же это, как говорится, предание старины глубокое, и речь идет о событиях 14 века, да, это очень давно было. Современников не стало. Может, Александр вообще иным каким-то был, да? Есть какие-то общее представления о князе, но вот такой образ у нас пошел с фильма Александра Невского. Знаменитого, да. Да, знаменитого фильма, роль Невского играл Николай Черкасов, известный актер, и, ну, практически все художники так или иначе равняются на этот фильм. А письменных каких-то источников, описывающих внешность, не осталось? Изображений? Ну, изображений, гравюр, к сожалению, не сохранилось. Ну, описаний. Ну, описывали раньше ведь больше поступки и нравственное качество, а не то, как человек выглядел. Поэтому, ну, естественно, мы можем, ну, примерно представлять, как Александр Невский выглядел. Как бы нам хотелось. Как бы нам хотелось. Мы же все равно что-то домысливаем. Да, но образ эпохи, поймите, вот он, как историку, мне очень хорошо видится вот в этих памятниках, ну, и понятно. Ну, то есть Александр Невский выглядел как среднестатистический мужчина. Новгородец. Да. Молодой новгородец. Угу. 18-19 лет. Ну, и Коля, он защищал землю русскую. Уже в княжеском титуле, да? Да, да, да. Волговодец. Угу. Я тут, да, попытался посмотреть еще перед началом программы, в скольких городах у нас страны установлены памятники. Их очень много, да, памятников Александра Невскому вообще. И больше всего меня поразила там идея, давно памятник, видимо, был уже установлен. Считается, что где-то на родине, в небольшом селе с населением 2-3 тысячи человек стоит на въезде монумент Невского высотой 7 метров. Ну, то есть, поселочек и такая вот громадина тут на въезде. Вот это архитектурная доминанта поселочка. Да, да, да. Еще будут обсуждения экспертным сообществом? Коррективы какие-то еще будете пытаться выносить? Я думаю, что в окончательном варианте Кировичайном будет представлен тот памятник, который доработан вместе с площадью. Вместе с площадью. Ну, вот сейчас, на мой взгляд, очень важно каждому высказать свое мнение по поводу памятника, потому что сейчас действительно очень, ну, такой решающий момент, когда каждый может поучаствовать в обсуждении и выбрать вот тот вариант памятника, который ему нравится. У нас истекает время, да, наши беседы. Первая половина дневного разворота на этом мы завершаем. Благодарим наших гостей. Михаил Курершин, советник губернатора Кировской области, Михаил Судовиков, доктор исторических новок, руководитель Центра регионоведения библиотеки имени Герцена, профессора Вятского госуниверситета. Всем до свидания. Спасибо, да, и хорошего дня. Мы не прощаемся, с Дарьей вернемся через 25 минут.